Ну что ж, друзья, довольно нехорошая новость. Так получилось, что сегодня этот дворец арендован, и внутрь мы не сможем попасть. Но есть и приятная новость. Я приглашаю вас посетить со мной сад. Пойдемте, я покажу вас саду. Субтитры сделал DimaTorzok Если слышно вам или нет, количество пения птиц на просто ошеломляюще круто выглядит. Конечно же, быть в Португалии не видеть израстовую плитку, а жулежу. И, конечно же, все реликвии можно потрогать руками. То есть в Португалии настолько много всяких артефактов и исторически интересных вещей, что их можно просто трогать, и они всегда в открытом доступе. Великолепно, что здесь из розы. Конечно, это не розарий. Но, тем не менее, вот гуляя здесь, они цветут. Они разных ароматов. Это прикольно. Мне не нравится здесь асфальт. Асфальт мешает как бы тому, чтобы я ходил и наслаждался именно цветами. И мне кажется, что в таких местах не может быть асфальта. Но, тем не менее, как есть, так есть. Фонтанчик. Все говорит о том, что он аутентичный, безусловно. Ну, не впечатляет его состояние. Ну, понятно, что старый, течет, все такое. Нестриженный сад. Значит, уход за ним не идеальный. Но, опять же, в этом есть, скорее, плюс, чем минус, мне кажется. Мне очень нравится сочетание зеленого с голубым. Вот, смотрите, изразцовая плитка над гостевым домом. И зелень. Надеюсь, вам слышно пение птинц. Это изумительно. Шикарнейшее дерево. Не иначе. Ну, и примерно на территории порядка двух десятков фонтанов. Надеюсь, столько, да. Да, богатая роскошь. Это изразцовая плитка делать вот такие отбойнички, скамейки. Кстати, они действующие. На них можно сидеть. То есть, в любых нормальных поместьях. Это запрещено делать. Здесь я могу, по-моему, на память сковернуть себе даже плиточку. Будь я вандалом. Гуляем дальше по саду. Здесь есть такая семейная, скажем так, или для большой компании, плиточка. Лавочка, где можно посидеть. И вот такой вид на замок. Здесь, наверное, самое лучшее панорамное фото получится. Мне это кажется. Аллея, которая, безусловно, вьющимися растениями облегается. Но сейчас не сезон, поэтому она может выглядеть не так, как бы, замечательно. А королевские синие и красные цвета. Здесь они сочетаются. Вот эти два цвета. Все королевские семьи именно вот эти цвета и предпочитали, и называли их королевскими. Раньше не все жилища можно было окрашивать в эти цвета. Смотрите, какое обалденная вещь. Ну, запах, да? Такая живая изгорит беседка. И как это шикарно выглядит, оцените. Шикарное фото получится. Смотрите, какое шикарное место. Здесь можно посидеть за столом в тишине, послушать пение птиц. А там ниже растут апельсины. Видите, дерево с апельсином, дерево с мандарином. И здесь такой каскад фонтанов и водопадов. Но сейчас он не работает, но выглядит это просто интересно. То есть в жаркое время года нижняя часть парка предусмотрена для более комфортного, назовем это, отдыха. В нижней части у нас произрастают тропические растения в основном. Это туи, это апельсины, лимоны и так далее. Смотрите, какие интересные фонтаны. Это все наполняется водой. Есть оросительная система. Когда вода переливается, то по специальным каналам она точно так же уходит в следующий, в следующий. И вот вся эта часть, она благоухает водой. Сейчас не так жарко, но когда температура будет по 30 градусов, я думаю, это будет самое волшебное место. Выглядит она очень просто. Здесь оросительная система. Растет мандарин. Она когда переполняется, то попадает в эту часть и поплыла дальше. И здесь разного рода. Вот здесь переходики. Интересно, вода уходит сюда и по каналам течет более нижнюю часть его. Ну, поскольку все дворцы устроены одинаково, то даже без курсовода можем представлять, что парк был разбит по французскому Версалю. В Версале был эталон, конечно, для всех парков Европы. И все пытались садовники его копировать. Конечно, в своем стиле. Людовик Баварский, его любимый цвет светло. Ну, такой не светло, а, скажем, сиреневый его назовем. Такой же цвет, в принципе, Людовик мог вполне перенять у португальцев, а те, в свою очередь, у индусов. И если мы можем видеть на том панно, которое мы видим, то, в принципе, это португальские мотивы. Это светло-голубые. И здесь нет индусского прорисовки. Что говорит, в принципе, о том, что вполне возможно, это было действительно истинно португальское здание, истинно португальский стиль. Ну, и, конечно же, вот без такой ситуации очень сложно. Индусы, когда приобретали здесь недвижимость, для них это были такие своеобразные дома для жен. Если мужики могли вот в этом замечательном поместье решать какие-то дела и отдыхать, то жены, гарем, конечно же, был здесь. Здесь всегда было прохладнее, чем обычно. И вот в этих вот, назовем их, комнатах могли находиться женщины, отдыхать. А здесь они могли купаться. Это такой пример общественных бань, где можно было охладиться и чувствовать себя великолепно. Предлагаю подняться по лестнице. Лестница имеет монолитное содержание, то есть это полимерный бетон. Говорят, что оригинально. И тут видно, что были реставрации, сделанные в свое время вот такими интересными скрытыми шипами. Статуи тоже являются оригинальными. Здесь нет никаких копий. В данный момент происходит реставрация. Не везде можно попасть. Это мы можем видеть. Ну что же, отсюда, пожалуй, самый шикарный вид, наверное, на сам замок. На саму скульптурную группу. И здесь я понимаю, что такое тень. То есть, находясь здесь у влаги, ты понимаешь, насколько это круто. Здесь действительно шикарно. Здесь действительно прохладно. И когда плюс 30, тут, наверное, пожалуй, лучшее место. А также отсюда можно видеть замок. И отсюда можно видеть сад. Выглядит это, безусловно, изумительно. И очень хорошо, что в свое время они делали такое раздвоение резиденции для отдыха и для деловых встреч. Выглядит изумительно. В данный момент это все, разумеется, сдается. Здесь можно отыграть свадьбу, день рождения, корпоратив, любое мероприятие. И поэтому сегодня замок закрыт, потому что там накрываются столы. Все замки грешат этим, подрабатывают. На одних туристах, увы, не заработать денежек. И вот эти все столики именно с этой целью здесь и выставлены. Здесь будут фуршать сегодня. Ну, а мы посмотрим на панно, которое рассказывает о великом прошлом Португалии. Можем заглянуть внутрь, увидеть вазоны. Это не что иное, как дополнительный источник прохлады. То есть, это фонтанчик. Плавают кои в пруду. Смотрите, что интересно. Я заметил, здесь черепахи плавают. То есть, здесь плавают черепахи в этом пруду. Не знаю, был бы мой сын, он бы был в восторге. Он так обожает черепах. Я впервые вижу, чтобы черепаху можно было видеть в обычном пруду вместе с карпами кои. Мне кажется, это прикольно. Ну, что ж, порадовали меня черепашки. Очень красиво это выглядит. У меня ребенок очень любит черепах. И он бы был просто счастлив, если бы находился вместе со мной. А кормить можно с руки, видите, и золотых императорских карпов, и черепашек. Он даже гигантского размера есть. Прогуляемся. В этой части можно зайти внутрь и посетить ее. Потому что левое крыло, когда я был здесь, находилось на реставрации. Поднимемся опять по этой замечательной лестнице. На что следует обратить внимание? На кровлю. Здесь есть возрастовые плитки. Отливы из меди. Вот такого я не встречал ни в одном из ранее посещаемых замков. И это, по-моему, выглядит изумительно. Сейчас попытаюсь показать. Такие шишки. И они отлиты с медным таким как бы покрытием. Еще раз видушечка сверху. Обзор. В той части находится нижний парк. В этой находится основной центральный парк. И еще есть также придворцовый верхний парк. Он тоже изумительный. В любое время года они выглядят по-разному, это понятно. И также растения. Я увидел просто сумасшедшую елку. Я не знаю, что это. Но выглядит она просто на миллион. Это обалденная вещь. Очень красивая. К ней подойдем позже. Зайдем внутрь. Здесь действительно прохладно. Выложено все из кирпича глиняного. И здесь, да, состояние не очень. Но богатый цвет. Очень красивый цвет. Королевский. Здесь можно прогуляться по верхней части. Посмотреть на бюсты. Ну и был бы экскурсовод. Это наверняка бюсты королей. О них можно узнать побольше, поподробнее. Но сейчас нас больше волнует эстетика этого парка. И первоначальные эмоции, ощущения. Вид отсюда действительно настоящий, волшебный. Надеюсь, камера это позволит передать. Плиточка из Ростова. Ей выложено все абсолютно. Здание от А до Я, кроме внутри. Внутри только в общественных зданиях, насколько я понимаю, раньше ложили. И она прямо блестит. Вот это добавление меди, она дает необычайный блеск. И получаются королевские цвета. Золото. Сиреневый. Вот эта плиточка. Видно, конечно, со временем она наверняка блестела гораздо больше. Но сейчас вот где-то пропал этот цвет, а где-то он сохранился. И понимаете, что это выпуклое где-то на сантиметра три. Это действительно очень шикарная, очень дорогая работа. Вот эта замечательная аллея. Теперь мы можем прогуливаться. И с этой точки видно абсолютно все. То есть, когда монарх гулял по этой части, он мог наблюдать за всеми работниками. Понимаем, что семья была очень богатая, владела не одним поместьем. Это было гостевое поместье. Были поместья там, где выращивали вино, сельхозпродукцию. Здесь просто было представительское поместье, где люди могли отдыхать и наслаждаться жизнью на полную катушку. В этом бассейне, повторюсь, купались женщины, наложницы. Садовники трудились в саде день и ночь. А монархи просто отдыхали. Гуляем по саду. Что интересно, что здесь количество пения птиц, оно больше. И вот мы плавно подходим к этой елке. Это сумасшедшее просто растение. Это жесть. Вот просто подходишь к дереву и видишь могущество. Смотрите, смотрите, какое огромное дерево. Это нереальное дерево. Это просто жесть, а не деревце. Вот она, в принципе, наверное, и дает здесь основную тень. В диаметре примерно полтора метра, так по ощущениям ствола. Продолжаем прогулку по саду. Здесь мы подошли к задней части дворца. Понятно, что дворец безумно красивый, но нам не суждено сегодня, увы, попасть. Поглядите только, какая роскошь. Гигантское банановое дерево. Здесь растут реальные бананы. Сейчас просто не сезон. И здесь еще одна зона, одна интересная. Опять же, купольная часть выполнена. Но я думаю, что это либо арабский, либо, по моим ощущениям, мусульманский стиль. Выглядит очень красиво. Смотрите, какие интересные системы. Водопадик. И здесь мы попадаем вот в такую беседочку. Что же, ребята, вошли мы в это замечательное место. Здесь раньше был небольшой водопадик. И кувшины для того, чтобы употреблять прохладную воду. Вы только посмотрите на эту замечательную отделку. Это все ракушки. Это все сделано ракушками. Разные виды ракушки. Сумасшедшая отделка. Просто сумасшедшая. Не по-другому. Сейчас я немножко ближе подточу. Вы увидите, что это действительно раковины. То есть обратите внимание, что это моллюски. Видно, да? Вот вся отделка сделана разными видами раковин и моллюсков. Разумеется, сюда вставляются элементы ажулежу. Ну, например, тарелочки королевские. И выглядит это безумно красиво. Из разных моллюсков. Комната для охлаждения для того, чтобы в жаркое время просто немножко отдохнуть. И идти дальше гулять в сад. Не знаю, может быть, я излишне как бы самодовольный петух. Но мне нравится, когда я гуляю по этому саду. Ну, и не только по этому вообще. И там я нахожусь один. Меня очень бесят такие туристические маршруты, где куча китайцев, куча непонятных людей. Все с фотоаппаратами. И тебе очень трудно сосредоточиться на энергетике этого места. Вот здесь у меня это получилось. То есть мне нравится путешествовать вне сезона. То есть вне сезона ты вот в этих замечательных местах будешь один. Это очень прикольно, когда ты ходишь и пытаешься прочувствовать. Не читаешь ты какую-то вещь об этом месте, да? Которую для тебя подготовили, рассказали, чтобы она была с коммерческой точки зрения интересна, да? А когда ты приходишь и пытаешься понять энергетику этого места, увидеть какие-то скрытые рисунки. Вот у тебя есть какое-то свое богатое воображение или бедное, и ты пытаешься его выплеснуть на эти стенки, объясняя себе в первую очередь, что это ты видишь, кто это, с какой целью это создавалось, каких эмоций это стоило, каких трудов. И ты сам себе, скажем так, гид, ты сам себе экскурсовод, и мне вот эта ситуация очень, так скажем, приемлема. Это кайфовое место, я вот ее запомнил. В своих работах, когда я буду делать что-то похожее в своих интерьерах, я попытаюсь это сфокусировать, я попытаюсь это запомнить и где-то выпреснуть это. Это заряд эмоций, которые, ну, на долгие-долгие годы с тобой остаются. И я думаю, что это переформация твоего мозга. То есть ради этого мы едем путешествовать, да? Не потому что мы устали, мы в депрессии, и мы хотим просто эмоционально разгрузиться. Безусловно, это присутствует. Но мы хотим еще зарядиться и посмотреть мир с другой стороны. Понимаете? Вот здесь вот у меня это получилось. Ну и шикарнейшая арочка, выходим из нее. Спасибо этому замечательному месту за его позитивную энергетику. Здесь у нас не менее шикарный фонтанчик. И вот что мне очень понравилось, смотрите на этот дом. То есть у нас, помним, это королевский цвет, вот этот бордовый королевский цвет, но и ожулежу отделка королевский цвет. Просто это разные эпохи, разные страны. И человек, семья, владевшая этим зданием, наверняка намного путешествовала и хотела принять в себя самые лучшие стороны. Соответственно, когда они были в разных ситуациях, они могли побывать и вот в этом варианте, в том варианте, в том варианте. И здесь можно путешествовать по поместью, водить дорогих гостей и рассказывать историю этого места до бесконечности. Интерпретировать ее можно также по-своему. Это очень прикольно. Есть печальные новости, когда обходишь верхнюю часть сада, ты понимаешь, что сейчас неплохо бы было попасть в этот замечательный замок, тем более ты уже просматриваешь в окна эти замечательные интерьеры. И, зараза, он закрыт для мероприятия. Может быть, это повод для того, чтобы вернуться сюда еще раз, например, со своей любимой, со своими детьми, показать им это. Вот моя история такая, что замок предлагает мне все-таки оказаться здесь еще раз. Я очень бы хотел, чтобы увидели это мои дети. И я вернусь еще сюда, в этот замок. По крайней мере, у меня такие чувства, и я себе это пообещал. Я хочу, чтобы мои дети видели это. Огромное обилие водопадов, фонтанов. Ну и посмотрим немножко на структуру замка. То есть здесь видим брусчатку, цветы, и вот эта отбивочка из жулежа, она, как правило, 90 сантиметров, метр. Для чего? Мы можем видеть, что водосточной системы там не было. И вода, которая сливалась, это как капля-отбойник. То есть в наше время делают водосточную систему, и ставят отливы. А здесь просто обкладывали все это плиткой на метр, и ничего страшного, что на нее попадала какая-то вода. Ну что ж, как я говорил ранее, печаль моя в том, что я не могу попасть в это замечательное здание, которое находится вот здесь вот, потому что здесь будет уже происходить мероприятие. Но энергетика этого места очень сильная, и я под большим впечатлением, и у меня есть твердая уверенность, что я попытаюсь об этом месте узнать, прочитать как можно больше истории его. Оно мне заинтриговало, и я обязательно вернусь сюда более подготовленным. Ну, а на сегодня все. Я надеюсь, что я вам рассказал об одном очередном месте в Португалии. Если будете в Португалии, непременно посетите это место. А если не было в Португалии, непременно собирайтесь в эту замечательную страну. Это замечательная страна в моей жизни. Хоть я нахожусь здесь очень непродолжительное время, но сделала какой-то такой новый виток событий. Я начал многие вещи смотреть действительно более осмысленно. Если раньше мое мировоззрение заканчивалось Парижем, Амстердамом или Лондоном, я был уверен, что вот там есть Европа, там есть цивилизация, то мои грани немножечко отодвинулись. Я понял, что они часть копировали именно от завоевателей испанцев, мавров, может быть, и португальцев, которые в свое время черпали эти же технологии и стили в искусстве у индусов и арабов. Вот такой вот он, наш мир, интересный. И есть смысл путешествовать и открывать для себя всегда что-то новое. На сегодня все. С вами был Владимир. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok